Почему цены на бензин такая категория товара, из-за повышения которой могут быть волнения вообще? Ну это, в принципе, объяснимо. Почему? Потому что у многих людей, во-первых, есть машины, да, и для, ну, допустим, для Беларуси, если берем Беларусь, да, то есть бензин это всегда был таким, ну, достаточно относительно дешевым ресурсом, да, то есть это в Европе, там ты всегда считаешь, да, сколько там, где дешевле, на чем проехать, или на собственном автомобиле, либо может общественным транспортом там использоваться, то для беларусов бензин, ну, так и для россиян тем более, да, там это был такой расходный, да, элемент в затратах незначительный, и когда он дорожает, то есть, а люди много его используют, да, особенно у кого есть машины, естественно, это бьет по кошельку, вот, и тут начинаются вопросы, да, почему дорожают, у меня там сразу люди понимают, что, как бы, у них количество свободных денег сокращается, да. Из зоны комфорта их выводят, как бы, да, из зоны это выводит, вот, и, соответственно, вот могут возникать какие-то такие, ну, не знаю, там, волнения, вопросы, да, недовольства со стороны населения, то есть это может быть. Но в данном случае, ну, я бы не сказала, что это такое уже огромное повышение, потому что, действительно, если посмотреть даже на эти 8 копеек, да, там, посмотреть, насколько подорожает в результате бензин, это примерно будет 3,5%, с учетом того, что он не дорожал более чем год, то, в принципе, то есть это нет, с учетом годовой инфляции, это, я бы не сказала, что это очень большое повышение, с учетом того, как повысилась цена действительно на нефть. Хорошо, а повышение цены на топливо, оно же ведь влияет на рост себестоимости вообще всего в экономике, ну, если так логически поразначить, да, все товары нужно куда-то возить, значит, растут цены на логистику, да, и растут цены, грубо говоря, ну, на издержки бизнесов, на себестоимость всего, и вместе с этим раз-раз-раз-раз, шаг за шаг, и растут цены вообще на все. Так это или, может быть, где-то нарушена логика моя? Вернее, не верно. Ну, это, нет, это действительно так, что, конечно, бензин, стоимость бензина, она присутствует в себестоимости, ну, наверное, большинства, да, товаров, которые производятся, ну, допустим, в Беларуси, и, естественно, это ложится на издержки предприятий, которые должны потом вылиться в такой уже посредственном повышении цены. Ну, мы тут начинаем вспоминать, что в Беларуси действует очень жесткий контроль за ценами, да, и повышать их, как бы, бездумно, то есть не то, что бездумно, а с учетом даже обычного роста издержек запрещено, нужно доказывать, почему эти цены должны вырасти. Я думаю, поэтому еще и вот это вот повышение, оно было, как бы, ну, не сразу, то есть оно произошло только сейчас, да, хотя цены начали повышаться на нефть уже не один месяц, потому что, ну, государство очень жестко смотрит за динамикой цен. И вот это вот повышение, оно, да, оно может в какой-то степени привести по некоторым товарам к увеличению их стоимости, но, опять-таки, с учетом регулирования цен, это может быть сглажено во времени, очень таким длительным периодом. А с другой стороны, ну, как бы, если государство не утвердит это повышение цен, то, соответственно, это просто ляжет на плечи, на издержки дополнительной самих компаний, что тоже может быть. То есть тут уже индивидуально, да, то есть тут сложно сказать, но в целом, в целом, да, в целом любое повышение топлива, ресурсов, энергоресурсов, оно должно закладываться в издержки и, соответственно, в конечную цену продукции. Но в Беларуси мы знаем немножко, это работает по-другому сейчас. То есть правильно ли я понял, если перефразировать, ну, как бы, еще раз, да, переговорить то, что вы сказали, да, цена на топливо вырастет в среднем на 3,5%, но это для Александра Лукашенко, для его министров, вообще для государства белорусского в том виде, в котором я сейчас, это несущественно, и, в общем-то, проблем не будет, и там визгов Лукашенко уже остановите цены, немедленно, мужики, вот этого всего ждать не надо. Все как бы в рабочем штатном режиме или не совсем? Ну, это же не просто Белнефтехим решил, это же было уже утверждено конкретно, да, то есть это же не Белнефтехим конкретно там решил там сам поднять цены и поднимает, да, то есть, конечно, он согласует, скорее всего, с правительством, это утверждается, ну, и посмотрели, что, в принципе, инфляция в рамки укладывается, да, прогнозного значения, ВВП растет, ну, да, решили поднять. Просто, вы говорите, было согласовано, так в стране не бывает решений не согласованных, а как только люди начинают волноваться, выходит товарищ один в белом такой, красавицу сами, и говорит, ну, что же это вы мне тут, это самое, и кулаком постал. То есть, то, что там это все согласовано, это пока согласовано, пока люди не выразили свое недовольство, так сказать, разве нет? А потом можем ожидать вот этих вот выходов. Ну, то есть, в данном случае 3,5%, я думаю, что, ну, да, повысятся, но это не такое какое-то такое резкое подорожание. Ну, то есть, вы говорите, что недовольства быть не должно. А есть какие-то, да, какая-то, как это сказать, вот, если смешать экономику и социологию, и политологию, вот все это, и предположить, есть какой-то барьер, ну, я имею в виду, какая-то цифра вот, до которой, вот, допустим, завтра топливо дорожает на 15%, и тогда, ну, прям люди начнут… Есть ли какая-то вот, как это сказать, примеры, может быть, в таких странах типа нашей, да, таких, на самом деле, немало, то есть, о каких цифрах мы должны говорить, чтобы более-менее реально ожидать всплеска каких-то, ну, не протестов, а хотя бы волнений? Тревожности такое население? Ну, тревожность, она когда? Она появляется, когда обычно, и Беларусь в этом плане не исключение, когда в целом начинают цены расти, да, то есть, не на какой-то один товар, хотя бензин – это такой важный товар для белорусов, но, тем не менее, ну, для всех, в принципе, для всего населения, других стран, но уже, как бы, проблемы начинаются, когда что-то происходит в целом с уровнем цен на ряд позиций, да, то есть, когда инфляция, там, начинает выходить за пределы, там, 20-30%, но, опять-таки, это у всех в разных странах по-разному, потому что в разных странах по-разному оценивается, там, вот этот вот для населения чисто, да, такой предельный порог инфляции, когда вот люди понимают, что надо бежать, затовариваться чем-то, либо там валюту какую-то скупать, вот, но белорусы, как бы, мне кажется, очень быстро на это реагируют, то есть, когда цены начинают действительно ускоряться, ну, сразу, они не выходят, как бы, на улицу, они сразу начинают действовать так, по-хозяйски, да, можно так выразиться, да, и там начинают атаковать обменники, ну, и скупать товары долгосрочного потребления, вот, потому что у нас, к сожалению, был уже не один такой случай, кризис, да, который выливался в активные, в высокие темпы инфляции и девальвации белорусского рубля, вот, но сейчас ситуация, конечно, не такая, и вот то, что мы сейчас видим по поводу подорожания бензина, это связано в основном с внешним рынком, с динамикой внешних цен на нефть, не более того. А мы как-то привязаны к этому? Или вы имеете в виду внешний рынок к Россию? Ну, мы привязаны, то есть, зависит наша стоимость, да, вот нефти, которую Беларусь покупает, зависит от стоимости, то есть, она рассчитывается, там, по формуле, там, от стоимости марки нефти, марки Юрлс, и если вот посмотреть, ну, которая продает непосредственно Россия, да, если посмотреть, вот, последние, там, данные, вот, таких же россиян, то в декабре, например, 22-го года нефть, один баррель нефти стоил 50,47 доллара, да, в декабре 23-го, да, то есть, сколько там, 5 месяцев назад, он уже стоил 64 доллара, и вот в марте уже этого года, он стоит 70 долларов, да, то есть, естественно, цена закупки растет, и для беларусов, ну, поэтому и цена выросла. Так, а давайте-ка я вот как поверну сейчас. Опять же, может быть и глупый вопрос, но вопрос. Белнефтехим рапортует, то есть, ну, цена растет, и Белнефтехим говорит, цена российской нефти для беларуских НПЗ выросла в 1,7 раза. В 1,7 раза. А может ли в данном случае выйти человек с усами в пальто белом и сказать, вы что, не можете сложить 2 плюс 2? Вы видите, что происходит в мире? Вы видите, что почти в 2 раза выросла цена на российскую нефть, которую мы тут закупаем и перерабатываем для ваших машинок, делаем топливо. А мы вам повышаем стоимость только на 8 копеек. Это я вас защищаю здесь от повышения цены. Почему он так не может сказать? Что здесь нарушено в моей логике? Ну, я не знаю, там сказать можно все, что угодно, да. Но дело в том, что априори я не могу сказать, не смотрела последние данные, да, но обычно для внутреннего рынка всегда как бы продавался, да, и бензин устанавливались цены более низкие, нежели, например, Беларусь там продает на экспорт нефтепродукты. Поэтому и вот эта вот низкая маржинальность внутреннего рынка, она компенсировалась за счет экспорта по рыночным ценам наших нефтепродуктов. Поэтому, скорее всего, здесь просто идет компенсация за счет стоимости экспорта. Ну, то есть это тоже всегда было так. А куда наши нефтепродукты идут на экспорт, если не секрет? Ну, сейчас, опять-таки, сейчас сложно говорить, потому что данных не публикуются особо. Ну, это в основном уже, конечно, идет, насколько я помню, в азиатские регионы, да, то есть это не в Европу, естественно. Вот, и, соответственно, логистика, конечно, произошло удорожание логистики, за счет увеличения сдержек на транспортировку. Но, тем не менее, заводы работают, то есть экономика приспособилась. И я так понимаю, что в Россию тоже что-то идет на экспорт, я имею в виду нефтепродукты? Сейчас, да, за счет того, что в Центральной России там возникли проблемы, да, с бензином. Ну, давайте будем говорить, как есть, ВСУ атакуют дронами нефтепрерабатывающие заводы. Да, были повреждены нефтеперерабатывающие заводы, но, опять-таки, это вот что касается, там нельзя сказать, что возник какой-то сильный дефицит, то есть бензина самого, да, вот, то есть там из других частей России, как понимаю, сейчас завозится вот в эту центральную часть. Ну, и что-то вот с белорусами тоже там просили какой-то короткий промежуток времени, чтобы в Беларуси тоже по ставке какие-то были. Но я не думаю, что это будет сейчас основным пока рынком Беларуси точно, Россия, я имею в виду. Ну, в общем, если резюмировать все, о чем мы говорили, то, ну, подрастут цены и подрастут. Ничего страшного, рабочая ситуация и живем дальше, правильно? В данном случае, да. Это просто реакция Белнефтехима на удорожание нефти. Спасибо, Анастасия. Все, что хотели, выяснили. Слава Богу, белорусы перекрестились, поехали дальше на работу на машине. Редактор субтитров А.Семкин